Музыка Понятие волонтёр уверенно вошло в обиход. И наш разговор сегодня о том, что такое волонтёрская работа и на чём она жиждится. Здравствуйте! В эфире программа «Наедине со всеми». С вами я, её ведущий, Олег Сидоренко и мои собеседники, Ирина Оржинская и Елена Булат-волонтёры. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Елена. Сегодня мы начнём наш разговор с интерактивного голосования. И вопрос, который мы выносим, готовы ли вы в условиях кризиса оказывать помощь своей воюющей армии? Просим вас ответить на один из трёх вариантов ответов. Да, это наши братья, отцы, сыновья и мужья. И сегодня им тяжелее, чем всем. Если этот вариант соответствует вашему мнению, звоните по телефону 728-01-70. Вы говорите твёрдо «нет, государство у нас всё забрало, оно пусть и помогает». Звоните по телефону 728-01-71. И если вы считаете, что помогать надо обязать олигархов, бывших регионалов и коммунистов, для этого варианта номер телефона 728-01-72. По телефону 728-72-07 вы можете в любое время во время эфира присоединиться к нашей беседе и задать нашим гостям свой вопрос. Итак, что является решающим при выборе волонтёрской работы? Елена, Ирина. Почему мы стали волонтёрами, другими словами? Сейчас я вам последние дни, просто я прочитала где-то в интернете, такую статью, я не помню, кто её написал. Это просто было сообщение в Фейсбуке, по-моему, которая чётко описывает нынешнее состояние о стране. И оно свежо у меня, и оно каждый день подтверждается, вот это высказывание. Сейчас попробую передать. Значит, человек сравнил положение дел в нашей стране с большой семьёй, в которой очень сильно болеет кто-то один из членов семьи. Тяжело болеет, возможно, смертельно болеет. И вот вся семья, все друзья, окружающие ведут себя совершенно по-разному. То есть, если это переложить каждый на свой какой-нибудь опыт, наверняка у каждого в жизни был такой опыт, то можно чётко понимать, что кто-то готов стоять рядом и ночь, и день, менять всё, что там необходимо. Кто-то готов помочь деньгами, потому что нет времени там, а кто-то просто готов даже делать вид, что он не замечает этой ситуации, для того, чтобы, ну вот просто не замечает этой ситуации, как будто бы его это не касается. И это бывают очень близкие родственники. Вот, ну я действительно поняла, что да, у нас сегодня именно так и происходит. То есть, вот наше население ведёт себя соответственно. У нас есть проблема достаточно серьёзная, и вот так вот мы все разделились. Мы вот относимся к тем членам семьи, которые готовы менять памперсы тяжелобольному родственнику. Вот. Дежурить в областеле. И разными путями, но мы пришли к этому. У нас есть определённый костяк людей, которые действительно находятся постоянно у постели этого больного. Общаются с докторами, общаются непосредственно. И это, может быть, это как-то завуалировано, вот это всё. Ну, в смысле больной, семья и тому подобное. Но на самом деле это так. Мы переживаем всей душой и делаем это от чистого сердца. И волонтёры – это те люди, которые делают это совершенно бесплатно, бескорыстно. И занимают очень много своего личного времени для этих таких вот целей, которые кому-то может быть непонятны. О помощи, сочувствии и равнодушии мы сейчас будем говорить. Но вначале послушаем телевизионный звонок нашего телезрителя. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я буду голосовать по третьему варианту. Вот я хочу пояснить смысл. Я был возле Таврии, это на Вузовском, ну, неоднократно, видел, как работают волонтёры. Выходят люди там, бабушки, ну, видно, что они не очень обеспеченные люди и делятся последним. Кто там печенье отдаёт, кто консервы и прочее. А вопрос вот к девушкам. Есть у них примеры, когда люди, ну, большего достатка, состоятельные, которые тут на слуху у нас, у Одесситов банками заведуют, владеют там огромными предприятиями. Какие-то взносы, пожертвования были от них или нет? Спасибо за вопрос. Если говорить за нашу организацию, не байдужий народ, который находится на канатной 35, и вот именно та, которая стоит по субботам возле Вузовского, где вы нас наверняка видели, ну, нет. У нас действительно есть люди, которые, ну, такие взносы были, особенно зимой, когда был накал страстей, да, там, там, тысячу долларов нам приносили, да, вот, из одних рук. Но это не те люди, о которых, ну, речь идёт. То есть это не богатые люди, не состоятельные. Это видно, что люди отдают своё последнее. То есть очень часто это те люди, о которых вы говорите. Есть люди богатые, состоятельные, но они не говорят, не называют своих имён, если они приходят. Ну, то есть я же вам говорю, что это там, может быть, тысяча долларов. Я думаю, что обычный там человек не может себе позволить на волонтёрство отдать тысячу долларов. В любом случае, ну, человек, да, достаёт из семьи эти деньги, вот, но ни банкиров там, ни, в общем, никаких таких серьёзных крупных предприятий, ну, особо нам там помощи не оказывало. Можно мне? Я вот как раз непосредственно от Набайдужего народа нахожусь на Вузовском по субботам. Могу вам сказать, из тех людей, которые, ну, да, есть разные люди, конечно, из узнаваемых лиц, которые у нас в городе узнаваемые, да, приходят люди, ну, те, которых я иногда вижу по телевизору, иногда где-то ещё. Вот, знаю, что это люди состоятельные, да, они нам оставляют в нашей скрынке, ну, около, там, тысячу гривен, то, что у них есть из наличности, вот, непосредственно. Ну, какие-то другие, вот, то, что я видела, на счета к нам, на счета к нам такие суммы, ну, то есть люди не озвучивают, кто они, ну, перечисляют суммы, да, есть на счета, у нас есть счета на нашем сайте все в долларах, в евро, в гривне, кому как удобно. И у нас ещё один звонок в студии, здравствуйте. Мы слушаем вас. Вы в эфире? Да, 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 добрый вечер. Да, добрый день. Меня зовут Максим, есть такой вопрос у меня, то есть, смотрите, допустим, я хочу помочь фронту, хочу, или не важно, подразделению, либо просто на армию, но даже либо деньгами, либо какими-то вещами. Вопрос с полонтером. Скажите, как я могу быть уверен в том, что эта помощь дойдёт действительно до адресата? То есть, что она не растворится где-то вот по пути и, собственно, не исчезнет, так и не дойдя, как бы, до наших солдат? Спасибо. И так, это не единичное мнение. Некоторые опасаются, что их помощь не дойдёт до адресата. Для того, чтобы перейти к этому вопросу, мы посмотрим сюжет, но вначале попрошу вас ответить, как обрести эту уверенность? Есть определённый ряд вопросов, которые вы можете задать волонтёрам, к которым вы пришли. Например, какой там бригаде помогаете, подразделению и так далее, то есть, чётко, конкретно. Дальше есть момент фотоотчёты, где вы можете потом прийти и посмотреть, как это было доставлено. Уже достаточно долго волонтёры ездят на передовую, поэтому, то есть, мы там знаем уже всех, не только мы, я говорю за всех одесских волонтёров, потому что мы много туда ездим, вот. Поэтому, у нас доходит до того, что мы просто отправляем новую почту, если у нас нет возможности, там, деньги на бензин тратить, да, то ребята всё фотографируют, всё отсылают, довольные, ну, последнее из того, что я получила сегодня, это он мыл голову шампунем, который мы ему отправили, потому что реально не было шампуня. Он говорит, я с этими влажными салфетками уже просто утомился, а вот и фотография, значит, где он моет эту голову, ну, то есть, всё реально, всё можно посмотреть, главное не стесняться спрашивать, и, ну, у нас тут уже, мне кажется, нету недостойных волонтёров или, там, каких-то шахраив, уже все так себя проявили, уже вся Одесса знает каждого волонтёра, кто здесь есть. Кому куда просто удобнее, где бы там душевно теплее, вот, поэтому есть видеоотчёты, ну, на самом деле, если есть недоверие, но есть желание, всегда можно недоверие, ну, как разрушить, да. Или проверить. Да. Вы привезли нам видеосюжет, видеоотчёт небольшой, я предлагаю сейчас вместе с нашими телезрителями его и посмотреть. Ты знаешь, что это? Это зарядное устройство, это накопитель, ты можешь... У нас что-то больше, чем штучка. Я тебе скажу, я тебе скажу, больше и дороже стоит. Давай, подожди, покажи. Хорошая штучка. Как всё? Закончилось, всё. И всё! Вот нет эмоций, да? Толя, будешь рада убивать, что там в главе сейчас? Спасибо! Понимаете, этот смысл, если кто-то получил посылку, он уже воюет в два раза лучше, потому что он уже... Это уже привезут две. Это уже, у него есть, ну, стимул, стимул. Я, конечно, с вами... Как вы тут выражаете такое? Я скажу, если Гира будет приезжать почаще, с пустыми руками, поверьте, воевать будет в три раза лучше, чем просто посылка придёт по почте. У моих жила сутня, а за векном майже без сна, и, Боже мой, я не схватил одного дай. А кто тут 79-й? Ась, пришёл! Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня день рождения? Да? Да! Подожди, я! С вами говорится, очень скучаются. Скажите, что... У нас всё нормально, скоро будем дальше. Я живу близком мочей, смаком бажань. И запахом слеп, будет когда-то, и навпаки, и моя жизнь может тоже станет твоим. А за векном майже без сна, знает слова, майже без сказаний вонах, и в моих жила сутнях. От всех наших телезрителей я хочу вас поблагодарить за прекрасный видеоматериал, за эти фотографии и видео, которые мы только что увидели. Теперь сомнений, я думаю, у многих не будет насчёт того, куда попадает помощь и как она попадает. Но хотелось бы узнать, а в чём конкретно сейчас нуждаются наши ребята на фронте? К счастью или к сожалению, мы... Вот я приехала в субботу утром из зоны Курахова, Маринка и тому подобное. Там Андреевка, вот этот весь... Мы объезжали ребят на передовой. К сожалению, опять... И дело в том, что мы видим всё, что происходит здесь и происходит там, в более разных... многогранно. И когда мы приезжаем отсюда и видим, что здесь есть и клубничка, и черешенка, и помидорчики, и огурчики. Попадаем туда, видим... Там тоже есть на базаре, но внутри, в подразделениях это всё гораздо скромнее, всё гораздо проще, всё гораздо... В каких-то моментах где-то чего-то... А витаминоз везде, и здесь, и на фронте тоже. Они такие же люди, как и мы. Им тоже хочется чего-то такого... Так же, как и всем нам. Вот. И... Весна. И... Конечно, хочется им... Чем-то... Чем-то их радовать. Просто элементарно, как обычных людей. Но не всё можно довести. Да, не всё можно. В этом сложность. Да, в этом сложность. И мы пытаемся что-то с этим делать. Пытаемся договариваться с кем-то, передавать. Ну... Как уже получается. Потому что мы волонтёры, мы всё можем. Мы можем сделать невозможное. А нам невозможное делать помогают те люди, которые к нам приходят. Приносят... И самое главное, что мы до них доносим, это наше душевное тепло, которое нам приносят люди. И говорят, пожалуйста, передайте, спасибо, передайте то, что... Мы здесь, и мы они там, и мы все вместе. Вот... Потребности в человеческом моменте, в человеческом отношении, в добром слове, это самое первое и самое главное. И, наверное, как один из вариантов, чтобы доставить туда частичку вот этого нашего весны, лета, юга, тепла, клубника, черешня. Это можно пожертвовать и материальные средства, финансовые средства, чтобы потом по дороге уже ближе к позициям там где-то приобрести. Правда? Я была вот в пятницу на базаре в Курахово, мы ходили, так сложилось. У них цены практически такие же, как и у нас, да. То есть, конечно, выбор меньше, как у нас на юге и все такое прочее. Вот, но командиры подразделений умудряются как-то выкроить время, съездить что-то купить для бойцов и какой-то момент, и все-таки как-то сделать им более родную, домашнюю обстановку. Потому что все-таки война есть война, и все, все. А колбасу еще никто не отменял. А колбасу еще никто не отменял. И Сова тоже. И у нас с этим большущая просьба. Нам очень нужен холодильник, потому что нам приносят колбасу и к Таврии, на Вузовском, и просто приносят. Те, кто реально понимают, что колбасу им МЭО не выдает Министерство обороны. Вот, поэтому им это вообще очень радостно. Кофе, сигареты, колбаса, туалетная бумага, влажные салфетки. Это то, что вообще расходный материал, то, чего у них постоянно не хватает. Постоянно. То есть можно даже не звонить, а просто сложить в посылку кофе, сигареты, чай, влажные салфетки. Можно даже не спрашивать. Это однозначно будет в точку. Елена, Елена, мы сейчас вернемся обязательно к этой теме. Но вначале послушаем нашего телезавителя. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, девушки. Здравствуйте. Мне хотелось бы узнать, помогает ли волонтерскому движению городская власть. Уже два раза в городе взрывали волонтерские пункты. Какие результаты расследования? В Горсовете сидит Кваснюк, у которого сын воюет против нашей страны. А киевская власть, извините, это хавает. Но не будут же члены родины содействовать волонтерскому движению. Ведь даже повышение стоимости на вывоз мусора. Деньги от подкормок получает марков. Работает против нашей страны. Как вы к этому относитесь? Спасибо большое. Мы, конечно, к этому относимся отрицательно. И мы более чем уверены, что если бы у нас была совершенно другая ситуация в городе и другое настроение у наших властей, возможно, у нас бы много вопросов снялось бы с нас, с наших плечей и с плечей наших жителей города. Однозначно. То есть, ну, если человек заинтересован в том, чтобы там это быстрее закончилось, да, и у него есть на это ресурсы, то он, наверное, будет что-то делать в этом направлении. Ну, мы не видим никакой помощи в этом случае. Мы лично не обращались никогда туда, потому что, ну, в принципе, ни на что не рассчитывали, если честно. Но я знаю случаи, когда другие волонтеры обращались, и, ну, результата никакого не было положительного, по крайней мере. Вот. Поэтому, понятное дело, что, в принципе, нам сложно. И сложно именно потому, что нам не помогает город. Городские власти. А какая помощь вам необходима от городских полосов? Да, хотя иногда это даже тот же самый транспорт, который у нас актуален, он был в прошлом году летом, и в этом году летом он по-прежнему актуален. Транспорт – это просто мы в последний раз мы ехали какими-то непонятными способами. Но, в принципе, наши цели и наши задачи ясны. Мы занимаемся своим делом, и для нас это очевидно и понятно. Отношения городских властей – это их отношения, их ответственность, их понимание, их восприятие ситуации. Если они не могут, или не хотят, или не понимают это, ну, так скажем, Бог им судья, или даже не знаю, люди им судьи, или кто им судья вообще в этой ситуации. Ирина, мы продолжим сейчас говорить о том, потому что наши телезрители спрашивают, чем они могут помочь. В чем нуждаются сегодня еще наши воины? Ну, кроме, да, бытовых моментов, которые необходимы, как я уже говорила, даже там шампунь, да, то есть везде разные есть сложности. Например, там, к нам обратились ребята из Нацгвардии, которые, по идее, да, все знают, что Нацгвардия должна быть обуто одета, накормлена, там, ну, у них должны быть все приборы и так далее. Но есть такое подразделение, которое называется «Скифы». Они участвовали в серьезных боях под Широкино, и они постоянно ходили в разведке и так далее, то есть у них были сложные задачи. Вот, но у них почему-то, они хотя бы и находятся в подразделении Нацгвардии, но как-то они обделены вот этим потрясающим вниманием. Вот, и поэтому последнее, что мы им передавали, это было картошка и сало, то есть элементарно. Да, им поставили потом тушенку, ну, вот то, что они рассказывали, говорят, ну, тушенка с волосами, то есть она какая-то там не обшмаленная до конца и так далее. Они не голодают, с голоду точно они умрут, но какие-то элементарные вещи у них отсутствуют. Это, что касается быта. А есть еще у нас насущный вопрос с оптикой. Глобальный. Да, это очень глобальный вопрос, это очень дорого стоит. Если всю зиму мы пытались их одеть, согреть, теплые берцы, форма и так далее, сейчас есть надежда на то, что все-таки их одевает Министерство обороны. Не всегда у всех это получается, нужно действительно волю проявить тому же бойцу, если он не получает. Потому что мы держим связь с волонтерами одесскими, которые работают с Министерством обороны, и они уверяют, что склады полные, что формой, что берцами. Бывает естественно, что командир не задумываясь дает человеку, у которого 48 размер, 56, а тот понимает, что на складе все равно нету, хотя бы это возьму и так далее. То есть это процесс, который еще должен пройти, перетусоваться, то есть еще все привыкнем к этому. Благо уже лето, уже не так страшно, что они там замерзнут. Поэтому с формой не могу сказать, что он закрыт полностью, но мы к этому стремимся, есть какие-то результаты действительно. То есть волонтеры контролируют этот процесс, могут влиять на него. То есть с оптикой она тоже приходит, тоже есть гуманитарка, которая приходит на Министерство обороны, но это не те объемы конечно же. И поэтому мы пытаемся помочь оптика и навесы там на автомат, там какой-то приклад и так далее, потому что они действительно устают, когда они на задании, им долго приходится держать автомат в руках. Поэтому у них есть какие-то потребности дополнительные, там например складной приклад для того, чтобы там как-то в бое его использовать лучше и так далее. Плюс там коллиматорные прицелы. А последнее, что нам Айдаровцы заказывали, это был для снайперской винтовки прицел. Да, причем тот, который должен быть на складе, ПСО-3, то есть это не какой-то ультрамодный современный, это тот, который должен быть на складе. Но его там нету, и нету уже несколько месяцев. Вот, ну мы его так и не купили, он где-то нашел его в итоге, этот снайпер. Самостоятельно. Самостоятельно, да, нашел. И вообще нас порадовало, как ни странно, что это такая трудная задача, как-то решилась самостоять. Зато они нам другую боевую задачу поставили, какую-то там, допустим, с генератором дизельным. Вот, мы как блондинки очень долго решали эту задачу, но… Мы решили ее, да. Мы решили эту задачу. Эти задачи со всеми неизвестными приходится… Мы люди из другой жизни, попавшие, ставшие волонтерами, учимся, значит, разбираться с техникой и с какими-то всякими штучками. Как… Оно в конечном итоге… Результат… Наши… Наши… И тех людей, которые к нам приходят, прекрасный результат. Ребята довольны, они воюют, они занимаются вот просто от души тем, что вот мы им собрали и очень этому рады. И это для нас главное. И скажите, вот, когда эту помощь получают солдаты, наши воины, какие слова вы слышите, как правило, от них? Если… Ну, понятно, что, да, там, спасибо и так далее, но просто последнее, что вот меня поразило, то есть, спасибо, вы наши ангелы, без вас бы мы ничего, только волонтеры… Это все понятно, да, но тут пошла вообще другая браточка. Звонок. Мы не знаем, чем вам помочь, но мы очень хотим вам помочь, а не нам хотят помочь. Говорю, в смысле? Ну, может, мы вам что-нибудь подпишем, какой-нибудь флаг, ну, может быть, мы вам где-нибудь гравировочку какую-то сделаем. Пришлите нам паяльник, мы вам будем делать сувениры из патронов. Звонок еще один. Я в отпуске, уже 10 дней. Я понимаю, что я сейчас иду с ума, там мои ребята гибнут. Я знаю, что благодаря вам, в какой-то мере, мои ребята, моя команда остались живы. Чем вам помочь? У нас теперь вот такая братка, люди хотят нам помогать, люди, которые мы помогаем, хотят помогать нам. И это абсолютно, ну, вообще... Я так думаю, что для вас невыполнимых задач не существует, и один из способов их решения это аукцион. Мы знаем о том, что вы его готовите. Да. Если можно, коротко расскажите о нем. С удовольствием. У нас был опыт, который мы провели в Ильичевске, совместно с Ильичевской организацией общественной и Красным Крестом. Вот. Потрясающе прошли результаты. То есть это был наш первый аукцион в жизни. И мы смогли на этом одном аукционе собрать сразу средства для покупки дальномера. Для все той же 79-й аэромобильной бригады. Мы воодушевлены этим событием. Решили, что нужно продолжать эту тему. Особенно в условиях, когда сейчас активность населения упала. Упала неизвестно. Ну как, много причин, в смысле не то, что неизвестно. Но много причин, да, там, сейчас материальное положение усложнилось. И вроде бы не такие бои сильные идут. И так далее. Ну, нам-то известно, что бои идут, и ребята гибнут, и так далее. И даже несмотря на это, если они там находятся, им все равно нужно кушать. И нужно менять трусы на что-то, и так далее, и так далее. Вот. Но суть не в том. Мы решили этот аукцион провести в интернете. Чтобы, возможно, дать людям возможность, да, поучаствовать в нем. И не просто, да, принести деньги, а еще и получить что-то оттуда, прямо с передовой. Потому что наши лоты, которые представлены на аукционе, это лоты, которые мы получили от ребят на передовой. Вот. Очень сложно было принять решение для того, чтобы расстаться с этими вещами. Потому что каждая подпись, потому что каждая фраза, да, ну, каждый позывной, ты знаешь этого человека, и ты понимаешь, с какой благодарностью он писал нам это. Вот. Поэтому, ну, еще и на первом аукционе очень было сложно принять решение, а какой флаг отдадим, этот или этот. Ну, то есть нам было очень тяжело с этим расставаться. Ну, когда мы стали обзванивать ребят, они одобрили, сказали, мы вам еще подпишем, если надо, помогайте. Вот. И у нас флаг 28-й бригады подписаны ребятами. На прошлом аукционе продался, по-моему, в районе, там, 4 тысяч, да. Вот. Получил, это был самый дорогой лот, который продался. Ну, так, 28-я для 79-й постаралась. Вот. А сейчас тоже есть два флага. Один 28-я бригада. Вот ролик, который вы видели, это как раз рассказывается о том. Один флаг 79-й бригады. Ребята вот тоже подписывали, они подписывали уже по нашей просьбе специально с этой целью, потому что… Они хотят нам помочь. Потому что они хотят нам помочь, чтобы мы могли им приобрести тепловизор. Этот аукцион вообще сейчас направлен на то, чтобы собрать средства для покупки тепловизора. У нас уже есть определенная сумма, которую люди, когда приносят, они говорят, я хочу, чтобы эти деньги пошли на тепловизор. Я считаю, что оптика сегодня это то, что может сохранить жизнь. И тогда мы это отдельно собираем. Вот у нас есть табличка Google в интернете абсолютно свободного доступа. Туда можно зайти и посмотреть, сколько поступило, сколько потрачено, на что. И отдельно там прямо выведена страничка сборная тепловизор. Вот. И поэтому аукцион стартанул у нас в начале недели. И, в общем, уже несколько дней как. Уже есть какая-то активность, но мы ожидали большего. Если честно, я рассчитывала, что мы за этот аукцион сможем закрыть. Мы всегда ожидаем больше вас. Я думаю, что после нашей передачи люди откликнутся и примут активное участие в вашем аукционе. Будем очень надеяться. А у нас сегодня праздник, день пограничника. Да. И среди всех прочих, кто получает вашу помощь, конечно же, ребята погранвойск. Что бы вы хотели им пожелать? Возвращаясь с живыми. Для меня пограничники это очень трепетная тема. Потому что первая моя поездка в зону АТО как раз была связана с пограничниками. То есть мы ехали к пограничникам. И вот все мои первые ощущения от разрывающихся снарядов, от Мариуполя, какой он был вот тогда в сентябре. От людей, которые просто гуляли с колясочками, когда вот там вот где-то взрывались мины. То есть вот вообще все мои первые ощущения от встречи с бойцами, которые прошли много. Вот они все связаны с пограничниками. Поэтому я сегодня уже на своей страничке поздравила их. Ну вот, то есть все сказал, что я хотела им сказать. Понятно, что читают не все. Ребята, спасибо вам большое. Вы действительно много прошли. Спасибо, что вы, вернувшись сюда, вы сохранили человечность. Вы абсолютно адекватные люди. Все вернулись в работу. Ну, вообще здорово. Мне бы хотелось, чтобы все ребята, которые возвращаются оттуда, смогли вернуться достойно к мирной жизни. Спасибо. Спасибо вам за теплые слова. Ну, а нам остается подвести итоги нашего интерактивного голосования. Итак, готовы ли вы в условиях кризиса оказывать помощь своей воюющей армии? 58% телезрителей говорят «да». И считают, что это наши братья, отцы, сыновья и мужья. И сегодня им тяжелее, чем всем. 22% наших телезрителей говорят «нет». И считают, что государство у нас все забрало, оно пусть и помогает. И мнение 20% телезрителей, что помогать надо, обязать олигархов, бывших регионалов и коммунистов. Сегодня мы говорили о волонтерской деятельности. Будьте добры и сострадательны. Игорь Негода.